Девушки отдыхают 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 Там написано, откуда прислали телеграмму, сэр Веснек, Лонг-Айленд Рискнул предположить, сэр, что это мистер рок-металер тот, поэт Боже мой, Дживс, ты прав, это старина Рокки Ужасное положение, бедняга Рокки Поедем завтра утром, я думаю Как скажете, сэр Благодарю вас, водитель Кстати, Дживс, имею в виду, что мы ни за что не останемся здесь ночевать Хорошо, сэр, могу я спросить, почему? Потому что из всех мест, существующих на нашей планете, Веснек, на Лонг-Айленде, самое скучное место Последнее, что-то интересное случилось здесь в 1842 году, тогда упало дерево В деревне до сих пор об этом говорят Берти, я знал, что ты меня не бросишь Послушай, ты только послушай Подожди минутку Что? Можно хотя бы снять шляпу, прежде чем ты начнешь читать? Забудь о шляпе, это важно Мой дорогой рок-металер, ты знаешь, что я всегда мечтала посетить Нью-Йорк Своими глазами увидеть бурлящую жизнь этого города, который я так много читала Но моим мечтам не суждено сбыться Ты что, это понимаешь, Джирс? Пока смысл этого письма мне не ясен Но могу я спросить, от кого это письмо, мистер? От моей тети Изабель, разумеется Я стара и больна, похоже, у меня совсем не остается сил Как печально, Джирс Очень трогательно, сэр Печально? Ерунда, она абсолютно здорова Она зациклилась на мысли о том, что поездка в Нью-Йорк убьет ее Поэтому всю жизнь мечтает поехать туда, но не решается Прямо как тот парень, который в душе охотился на оленя в Северной Шотландии Могу я продолжить? Итак, я решила, раз, я сама не могу насладиться прелестями этого города Я могу сделать это с твоей помощью Ты унаследуешь все мои деньги, когда я умру Но я решила посылать тебе каждый месяц большую сумму денег Это хорошие новосроки При одном условии Ты будешь жить в Нью-Йорке Ты погрузишься в эту многоцветную и веселую жизнь Сделаешь то, о чем я всегда мечтала И я хочу, чтобы ты присылал мне письма хотя бы раз в неделю В которых ты будешь описывать все, что ты делаешь Таким образом, через тебя я смогу насладиться тем, чем мне не позволяет насладиться мое слабое здоровье Твоя любимая тетя, Изабель Рокметтлер Что мне теперь делать? Ну, Рокки, в Нью-Йорке полно театров и ночных клубов Господи, мне придется одеваться к обеду каждый вечер Я этого не вынесу, я не могу Ты понимаешь, что я хожу в пижаме до пяти часов пополудни А потом надеваю свитер, как сейчас Не слушай, Дживс Дживс Прости, Дживс, тебе надо было закрыть уши Сейчас, мне уже лучше, Сан Рокки, ты не можешь ей все объяснить? Разумеется, но Чтобы она сразу же лишила меня наследства Что предлагаешь, Дживс? Если мистер Тодд выражает желание жить в деревне То единственное, что может предпринять мистер Тодд Это воспользоваться услугами какого-то лица Чтобы собрать необходимые сведения, которые будут доставляться ему в виде подробного отчета Который будет составлять основное содержание рекомендуемой корреспонденции Он может говорить яснее, Берд Мне показалось, что вначале я уловил какой-то смысл Но он мелькнул и исчез Он говорит, что кто-то должен жить в городе вместо тебя и делать записи А ты по этим записям будешь писать письма И кто это будет? Ну, это будет... Бики Что? Бики Бикерсет Привет Что вам нужно? Добрый день, мадам Какой еще добрый день? Я порядочная женщина У меня нет оснований сомневаться в этом, мадам Мы к мистеру Бикерстету Следующий этаж Ты большой парень Ты симпатичный и смешно говоришь Мадам так любезна Если хочешь как-нибудь зайти и выпить пиво, то... Я не примену воспользоваться вашим учтивым приглашением, если окажусь поблизости Всего доброго, мадам Ты пользуешься успехом, Дживс? Благодарю, сэр Вот где Бики зарабатывает себе на хлеб Тяжело приходится, да, Бики? Что? Нет, 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 нет Это я пишу своему отцу большую часть времени, и я трачу на это Простите, сэр Но если бы вы решились взять быка за рога и написали вашему отцу, что живете в Нью-Йорке, а не в Колорадо Я не могу Я чего-то не знаю? Да, мой отец Подожди, а откуда ты это знаешь, Джив? Я встретил дворецкого его светлости перед отъездом из Англии, сэр Он сообщил мне, что слышал, как его светлость, обсуждал с вами этот вопрос Что еще за его светлость? Твой отец архиепископ? Отец мистер Бикерстетта, герцог Чизвика, сэр Герцог? А я не знал Так значит, ты лорд или кто там еще? Возможно, но я не люблю себя так называть Когда старик вышвырнул меня, он назвал меня безмозглым болваном И его идея была отправить меня в какую-нибудь захолустку в Колорадо Где бы меня научили работать на ферме или ранчо, или как они это называют, не знаю Но я не выдержал там и приехал сюда Но я не могу сообщить об этом старику Он лишит меня содержания И ты пишешь ему, делай вид, что живешь в Колорадо? Точно Один средний бургер, один большой Ветчина и яйца в сметку Не хотите к этому шейк? Нет, благодарю Я лучше посижу спокойно, я думаю Он что, шутит? Он всегда так говорит Она имеет в виду милкшейк, коктейль Спасибо, нет Чашечку кофе, пожалуйста Она у вас есть Я не думаю, что она у меня Однако, мистер Бикерстед, ваш отец не настаивает на том, чтобы вы жили именно в Колорадо Если вы сообщите ему, что вы преуспели в бизнесе, ему будет все равно, где вы это делаете Я могу сказать ему, что уехал из Колорадо, потому что у меня отличный бизнес в Нью-Йорке? Что-то в этом роде, сэр Бики, все это заманчиво, но мы с Джипсом пришли к тебе не для этого Мы предлагаем тебе работу Хорошо, оплачивай ему Я тебе все расскажу, Старина, все, что тебе нужно делать, это ходить по ресторанам, ночным клубам, театрам, на скачки Все расходы, кстати, оплачиваются И писать об этом короткие отчеты для одного моего друга И что, за это мне будут платить? Да, будут платить Не бог вести сколько, правда Два коктейля и кофе для большого парня Спасибо Черт, а ты симпатичный, ты знаешь Благодарю Меня уже об этом информировали Ты меня убиваешь Джипс, похоже, ты очаровываешь всех женщин в этой стране Да, это проблема, сэр Ты не можешь как-то выключить это свое обаяние? К сожалению, нет Придется научиться с этим жить Всем приходится, Джипс Ну, Бики, что скажешь? Когда ты сможешь начать? Ну, да подумай А когда бы ты хотел? Мы надеялись, что ты начнешь прямо сегодня? Нет, я не могу Мне нужно еще написать роман и закончить три коротких рассказа Нет, я не смогу это сделать Черт Это полный провал Но должен быть кто-то, кто хочет принести себя в жертву на алтарь ночной жизни Нью-Йорка Конечно, сэр Джипс! Сэр? Нет, я серьезно, Джипс Ты можешь это сделать Почему мы не подумали об этом раньше? Не очень тактично предлагать самого себя, сэр Моя дорогая тетя рок-металер Как я тебе благодарен за то, что ты предоставила мне возможность жить в этом потрясающем городе Каждый день Нью-Йорк очаровывает меня Вчера вечером я был с компанией на вечеринке, мы гуляли всю ночь Были все Оскар Хаммерстейн заглянул в час и рассказал смешную историю про Фло Зикфелд Билли Бёдл расстроился, он всегда защищает Фло Шоу там было замечательное, я вложу программку в письмо Во вторник вечером мы с друзьями поехали в офролик на крышу Би Лилли показывала нам президента Гувера в ванной комнате Была немая сцена, потому что рядом случайно проходила миссис Гувер Вчера вечером я собирался отдохнуть, но судьба распорядилась иначе Я встретил друзей, и они отвели меня в клуб 21 Там отмечали день рождения, поэтому мы все были в шляпах Дук Фербенкс показывал разные фокусы Мы все хохотали, он и на экране, и в жизни очень энергичный и обаятельный парень Мэри Пикварт с ним не было Но она передала мне привет А теперь о Гарлеме Музыка потрясающая Мои уроки музыки с миссис Белти тут приносят плоды Хотя Вилли Лев Смит говорит, что надо еще поработать над левой рукой Новое шоу в Апполу лучше, чем предыдущее Танцы превосходны, а Джозефин Бейкер готовит на настоящей газовой плите в декорациях квартиры Пришел домой в 3.30 Странно, я сплю по 3 часа в сутки И совсем не устаю Лучшие музыканты страны выступают на 52-й улице Некоторые играют так виртуозно, что дух захватывает, когда их слушаешь Вчера состоялась премьера мюзикла Коула Портера «Веселый развод» Вечеринка после спектакля была даже лучше, чем само шоу Там были все знаменитости Я танцевал с восходящей звездой Бэт Дэвис, который спросил меня, не хочу ли я сниматься в кино Но я не думаю, что стоит Коули выглядел уставшим Он сказал нам с Джорджем Бернсом, что репетировать шоу было очень тяжело Но он, как и я, наслаждался шумом, волнением и энергией, которыми кипит Манхэттен Я заканчиваю письмо Сегодня открывается клуб «Простите мой английский» Я обещал им зайти, твой любящий племянник Рокки Что скажешь, Дживс? Сэр? Я слушал одного парня, он играет на фортепиано в клубе «Оникс» на 52-й улице Это называется «Пайнтопс Буди-Буди» В самом деле, сэр, сочинение Кларенса Пайнтопа Смита Ты уже слышал, Дживс? Конечно, сэр Мне посчастливилось слушать эту пьесу в исполнении мистер Мида Лакс Льюиса в «Джек и Чарли 21» Он также прекрасно исполнил «Хонки-тонг Трейн Блюз» Очень хорошая композиция Кажется, я ее не знаю Хотите, чтобы я сыграл вам ее, сэр? Непременно, Дживс Сегодня ты снова направляешься в ночные клубы? Нет, сэр Мы с компанией пойдем на спортивные состязания Я еще не коснулся спортивной жизни в Нью-Йорке А любителям спорта здесь скучать не приходится Бейсбол, баскетбол, гонки и везде царит дух честной игры Пусть победит сильнейший таков лозунг состязания Доброе утро, сэр У меня такое ощущение, что я спал 10 минут Который час? 7 часов, сэр 7 часов? Я просил тебя разбудить меня за 3 часа до завтрака Простите, сэр, но пришел мистер Бикерстед, сэр Он сказал, что у него очень срочное дело Бики, стрина, я вообще-то не из тех, кто жалуется Берти, ради бога, у меня ужасная неприятность, я не знаю, что делать Сегодня утром приезжает мой отец Бики, ты поднял меня в этот час, для того, чтобы я был в курсе ваших семейных дел? Нет же, отец Мула Я написал отцу, как посоветовал Дживс Что у меня хорошо идут дела в бизнесе, в Нью-Йорке Я решил не ехать на ранчо Да-да-да-да-да-да А теперь он пишет, что приезжает ко мне И что там плохого? Все плохо У него создалось впечатление, что я живу здесь обеспеченно Я же не могу привезти его в свои меблированные комнаты Пусть поживет в отеле Он не захочет Он хочет остановиться у меня не потому, что так сильно ко мне привязано, а потому, что за это мне надо платить А он скряга каких свет не веду И что мне теперь делать? Я не знаю, что мы будем делать, Дживс? Простите за нескромный вопрос, сэр Что вы готовы сделать, чтобы помочь мистеру Бикерстеду? Я сделаю все, что смогу, конечно В таком случае, сэр, может быть, вы одолжите мистеру Бикерстеду эту квартиру? Что? Мистер Бикерстед убедит его светлость в том, что он владелец этой квартиры А я, если позволите, сэр, сделаю вид, что я слуга мистера Бикерстеда, а не ваш А как быть со мной? Вы живете здесь временно, вы в гостях у мистера Бикерстеда Берт, я не могу просить тебя это сделать Ну, ладно Не знаю, как тебя благодарить Что нам делать дальше, Дживс? Корабль его светлости приплывает в 10 утра Я бы посоветовал вам отправить его светлости телеграмму прямо на корабль И сообщить, что у вас изменился адрес Потом вы встретите его на причале и сразу привезете сюда У вас нет возражений, сэр Напоминаем всем пассажирам о необходимости пройти таможенный контроль Пассажиры первого класса на причале 77, остальные на причале 88 Два доллара, это грабеж Что это? Такое расстояние стоит шиллинг и не больше Что? От лондонской пристани до моего дома на Беркли сквер один шиллинг От вашего дома где? Могу я вам помочь, сэр? Этот парень требует с меня 8 шиллингов Вы что, какой-нибудь скряга? Вы, наверное, герцог Чизвик? Вы журналист? Нет, я Берти Уустер, друг вашего сына Слава богу, эти репортеры пролезут везде Послушайте, будьте любезны, дайте этому парню сколько он хочет Я не разбираюсь в их деньгах Я потом вам отдам Сколько? 8 шиллингов 8 шиллингов за расстояние в полторы мили Держу пари, что мы проехали не больше полутора миль Пожалуйста Спасибо Вам спасибо Сколько вы дали этому человеку? Человеку? Который принёс чемодан Четверть доллара Это же целый шиллинг Да? Неужели? Боже мой, приятель А вы не знали? Ну, не совсем Джейвс, это Джейвс, сэр Мой слуга Бикки Я могу вам что-нибудь принести, ваша святая слуга? Мой сын нанял слугу? Да, конечно Не хотите чашечку чая? Джейвс, принеси нам чаю Хорошо, мистер Мустер Роскошная квартира, она принадлежит моему сыну Франсису? Да, конечно Я здесь остановился временно Я здесь не живу, знаете ли Она, наверное, ужасно дорогая Да, то есть, я, конечно, не знаю Я здесь в гостях Но здесь всё стоит дорого Это ужасная страна, мистер Мустер Ужасная страна Ну, не знаю В ней есть свои прелести Вы не знаете, сколько мой сын платит за эту квартиру, мистер Мустер? Ну, вообще-то, не знаю Я всего лишь гость Но около 500 долларов в месяц, полагаю Сотни фунтов в месяц? Старина Бикки преуспевает Рядом в прошлом он был болваном Но сейчас всё изменилось Посмотрите, сигарет Дело в том, что Нью-Йорк заставляет парни шевелиться И делать такие вещи, на которые они, как вам казалось, были абсолютно неспособны Я поражён Но вы знаете, чем занимается мой сын, мистер Мустер? Чем занимается? Ну, чем-то, как будто выразится Бизнесом, знаете ли Тем, чем занимается Рокфеллер и, ну, все эти парни Ну, не совсем тем же, разумеется, но Господи, уже столько времени Мне очень жаль покидать вас, сэр Но мне нужно ещё кое с кем встретиться Так что, пока-пока Моя дорогая тётя Изабель Меня очень удивило твоё последнее письмо Ты не хочешь, чтобы я присылал тебе отчёты о ночной жизни Нью-Йорка Мне казалось, что тебе они нравились Мне, например, очень нравилось их писать Я надеюсь, что это не связано с ухудшением твоего здоровья Твой любящий племянник Рокки Доброе утро Рад вас видеть, сэр Ну, Дживс, как дела? Где все? Бейки, Герц, бейки А его светлость захотела осмотреть достопримечательность, сэр Полагаю, мистер Бекерст, ты доволен тем, как всё сложилось? Не совсем, сэр В чём проблема? План, который я взял на себя смелость предложить мистеру Бекерстату Оказался не совсем безупречным, сэр Но мы же убедили Герцога в том, что Бекерст и Пи успел в бизнесе Конечно, сэр Но в результате он решил отменить его месячное содержание На том основании, что ему больше не нужна материальная помощь Что? Чёрт возьми, Дживс, это ужасно Бедный старина Бекерст, я хочу прилечь на часок и обдумать всё это, Дживс Здесь есть над чем подумать Хорошо, сэр Чтобы они не продавали, Дживс, скажи, что у нас всё это есть Конечно, сэр Мисс Рокметиллер, сэр Мисс кто? Рокметиллер Тётя Рокки Вы мистер Коул Портер? Нет Мистер Флоренс Зигфилд? Нет Ну, вы должны быть известной личностью Ну, я и есть, я Бартия Устер Вы знаменитость? Ну Я не припоминаю, чтобы Рокметиллер писал не о вас Он пишет такие замечательные письма Его описание жизни в большом городе так взволновало меня, что я каким-то чудесным образом исцелилась Где Рокметиллер? А, ну... Где мистер Рокметиллер, Дживс? Мы знаем Как вы помните, сэр, мистер Рокметиллер уехал сегодня днём с компанией на автомобиле Точно, да Он дал нам понять, что может вернуться достаточно поздно, сэр Вы здесь как дома, молодой человек Вы близкий друг Рокметиллера? Да, конечно, да Наверняка Вы расположились в его квартире, как в своей Что вы открываете и закрываете рот? А вы больны? Не хотите ли чаю? Дживс Похоже, она решила, что эта квартира им принадлежит мистеру Тодду Да, сэр Если вы помните, мы договорились, что письма с описаниями прелести Нью-Йорка Мы будем отсылать из этой квартиры, чтобы она подумала, что мистер Тодд живёт в центре города Чёрт, это ужасно, Дживс Она, кажется, решила, что я приживала, который питается за счёт мистера Тодда и одалживает у него рубашки Очень неприятно, сэр А если вернётся герцог? Она думает, что это квартира Рокки, а он думает, что Битки Надо надеяться на лучшее, сэр Терпение, и да поможет нам Бог Вот что остаётся при таких обстоятельствах Дживс, её здесь нет, она исчезла Может быть, это был мираж, игра света Мистер, как вас зовут? Что вы там делаете? Простите Я хотел сказать, это спальня? Я прекрасно вижу это сама, мистер Вустер Эта комната мне подойдёт Вы не приготовите эту комнату для меня, Дживс? Вам совсем не обязательно дожидаться моего племянника, мистер Вустер Что-что? Мы знаем, что он вернётся поздно Он наверняка захочет побыть со мной наедине, когда вернётся До свидания Нет Я просто пою Нет, 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 нанет Люблю потренировать горло Мы были на крыше здания, которое открылось на прошлой неделе Эмпайр стоит Оттуда такой вид А вы видели вид из окна вашей спальни? Кирпичная стена Неужели? Пойдёмте взглянем Нет, я хочу выпить чаю Сейчас, знаете ли, холодно Выпейте шерри Да, сэр, это я собирался унести Значит, у нас есть время посмотреть вид Что с тобой, Берти? Ничего, совсем ничего Тогда что ты делаешь? Ему должен понравиться этот вид Какой? Что происходит? Она не должна его увидеть Мисс Рокмэттеллер Вы всё ещё здесь? Да, я ещё здесь А вы кто такой? Он никто Ты же никто, правда, Берти? Нет Я пойду прогуляюсь, пока Джигс готовит мне комнату Хорошо, хорошо Здесь есть красивые места для прогулок Надеюсь, вы уйдёте до моего возвращения? Да-да, мы все уйдём Откройте дверь Там кто-то есть Нет, это землетрясение Землетрясение? Небольшие толчки, не о чем беспокоиться Фрэнсис Там кто-то есть Да, наверное, это Джигс Нет, это... Это Джигс Боже, не открывается Всё в порядке, Джигс Дверь опять заела Всю хаил заедай Особенно после толчков Дверь не открывается Он сказал, дверь не открывается Вам послышалось Откройте дверь На самом деле, он сказал, здание качается Качается? Всё хорошо, Джигс Мы тебя быстро оттуда вытащим Я принёс свежий чай, сэр Вот же, Джигс Да, мадам Тогда кто? В той комнате? В той комнате, мадам, маляр Мы перекрашиваем комнату Мы заперли его, чтобы он закончил работу Он прекрасный маляр, но очень ненадёжный Продолжай работать Выпивку получишь только тогда, когда закончишь Не раньше Не хотите выпить чаю, мисс Рокметтеля? Нет Нет Я иду на прогулку Да Хорошо, мадам Всего доброго, мисс Рокметтеля Это тётя Рокки Она думает, что квартира принадлежит ему Кто такой Рокки? Не важно Эта чёртова дверь была заперта А мне очень жаль, ваша светлость Это я её запер Здесь появились репортеры из Дэйли Кроникл Я не успел предупредить вас, ваша светлость Репортеры Эти дьяволы опять меня выследили Всё потому, что я герцог За вами не охотятся репортеры, да? Крайне редко, ваша светлость Разумеется Это всё, ваша светлость? Да, вы свободны Это чай? Да, разумеется, ваша светлость Дживс, нужно срочно вызвать сюда Рокки Я уже позаботился об этом, сэр Поручил Левсёру послать ему телеграмму Рокки-поручил Левсёру послать его Положение у нас незавидное, Дживс. В самом деле, сэр, я привез дюжину ваших рубашек, сэр. Дюжину? Я же не буду так долго жить в этом чертовом отеле. Не могу сказать, сэр, но мисс Рокметалер, мистер Рокметалер и его светлость прекрасно чувствуют себя в вашей квартире. Я поселил мистера Рокметалера в маленькой свободной комнате, сэр. А как повладели герцог и тетя Ротти? К счастью, сэр, пока они не встречались. Это не может продолжаться вечно. Мистер Биккельстед и мистер Рокметалер понимают ситуацию, сэр, и стараются держать стороны на расстоянии друг от друга. Кроме того, у них разное расписание. Рокметалер, все точно так, как ты описывал в своих замечательных письмах. Разве это не прекрасно? Это ужасно, Берти. У меня больше нет денег. Если бы это произошло на две недели позже, я должен был получить свое месячное содержание сегодня. И я мог бы начать дело. Что за дело? Можно сколотить целое состояние, имея всего несколько долларов. Я знаю, что надо сделать, чтобы открыть птицеферму. Это очень просто. Когда всерьез задумаешься над этим. Ты покупаешь курицу, и она начинает нести яйца. Каждый день ты продаешь эти яйца, скажем, дюжину за 25 центов. Это чистая прибыль. Вырастить цыплят ничего не стоит. Но я не могу этим заняться, потому что у меня нет наличных денег. Тебе надо сказать мне. Нет, я не могу жить за твой счет, Берти. Я не могу. Ну, это не совсем. Честно, старина, я не могу. В таком случае остается одно. Что? Джипс. Не хочу показаться нахальным, сэр. Но мне кажется, мы не учили то, что его светлость является потенциальным источником дохода. Я не имею в виду то, сэр, что мы можем заставить его расстаться с деньгами. А смелюсь утверждать, что его светлость представляет собой, и, если можно так выразиться, бесполезное имущество, которое можно заставить работать. Объясни поточнее, дюжину. Мое предложение состоит в следующем. Его светлость, в некотором смысле, выдающаяся личность. Население этой страны, как вам известно, особенно неравнодушно к известным личностям. Мне кажется, вы или мистер Бекерстед должны знать хотя бы нескольких человек, которые будут счастливы заплатить небольшую сумму, скажем, 3-4 доллара, за то, чтобы познакомиться с его светлостью. Рукопожатие входит в цену билета. Разве найдутся болваны, готовые расстаться с деньгами ради того, чтобы пожать руку моему отцу? Моя тётя, сэр, однажды заплатила 5 шиллингов одному молодому человеку за то, что он привёл к ней на воскресный чай актёра кино, только для того, чтобы её уважали соседи. Альтернативный вариант – поиск большой группы лиц. Может быть, в городе сейчас проводится какое-нибудь собрание. Собрание? Что ты думаешь об этом, Берти? Я абсолютно за. Где твоё отец, он дома? Нет, он пошёл на прогулку в парк. Отлично, всё, что нам нужно. Дживс? Что вы здесь делаете? Я, ну... Вам что, нечем заняться? Вы целый день торчите в квартире рок-металлера. Дживс? Рокки, проснись. Рокки, проснись же. Я не проснусь. Отец Бики ушёл гулять в парк, но может сейчас вернуться. Я буду завтракать, Дживс. Хорошо, мисс Рокметаллер. Тётя Изабель, возьми шляпу. Не понимаю. Мы уходим. Уходим? Но я ещё не позавтракала. Вы же не собираетесь завтракать дома, мисс Рокметаллер? А где же мне ещё завтракать? В наши дни никто не завтракает дома. Есть одно небольшое кафе на западе, на 98-й улице. Все заходят туда по утрам. Нойл Ковард, Мэри Пикфорд, Джорджи Гершвин. Все они завтракают именно там. Кафе на западе, на 98-й улице? Да. Рокки почему-то до сих пор не сводил туда свою тётю. Сейчас подходящий момент. Нет, я не взяла шляпу. Шляпу? Хотите, чтобы над вами смеялись? Джимми Дурант и обещал быть там сегодня. Рокки, ты же не хочешь разменуться со стариной Джимми? Нет, конечно. Пойдём, Рокметаллер. Это так интересно. Жаль, что мы раньше туда не зашли. Я хотел вас удивить. Подождите. Привет, папа. Заходи. Кто этот человек? Какой? Который только что вошёл в твою квартиру. Ах, этот, он пришёл чинить центральное топление. Но тот англичанин назвал его Паппи. Правда? А, ну да, конечно, назвал. Мистер Паппи. Элозиус Паппа. Отличный водопроводчик. Что за женщина только что вышла отсюда? Она приходила снять мерки для штор. Новые шторы? Разве можно быть таким расточительным? Мальчик мой. Войдите. Ещё немного, и я тихо смываюсь к себе на речку. И конец всему. Брось, Рокки. Не может же быть всё так плохо. Это просто кошмар. Хочешь сказать, что ты проводишь так каждый вечер? И получаешь удовольствие? Помимо всего прочего, у меня уже мозги воспалились от того, что нужно постоянно лгать тёте Изабель. И потом мне приходится ходить в твоих ужасных фраках. В моих? Ты их испортишь. Это твоя вина. Ты втянул меня в это. Что значит «моя вина»? Ну, Дживса. Всё равно. Берти, я не могу это выносить. Пора всё это прекратить. А Дживс ничего не может придумать? Он только ходит вокруг и твердит очень печально всё. Хорошая помощь. Нечего сказать. Ну, по крайней мере, ты экономишь деньги. Как это я экономлю деньги? Она лишила меня содержания. Написала своим адвокатам, что поскольку она сама находится в Нью-Йорке, и мы с ней всё время проводим вместе, деньги мне не нужны. Пойдём. Пойдём со мной туда. Берти, пожалуйста. Может быть, ты или Дживс что-нибудь придумаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Всё для развития Бёрдсбурга. Спасибо, большое спасибо. И ещё шесть, пожалуйста, заходите. Спасибо большое. Прекрасно. Вы не могли бы встать в очередь. Спасибо, сэр. Это замечательно, прекрасно. Что здесь происходит? Дживс опять на высоте. Он нашёл этих людей. У них было собрание вчера вечером за городом в театре. Послушай, они готовы платить по три доллара, только чтобы пожать руку моему отцу. А как твой отец на это смотрит? Всё в порядке. Он считает, что все они мои друзья. Мне лучше вернуться вновь. Ладно? Я не понимаю своего племянника, Дживс. Мальчик совершенно невыносливый. Ты уверен, что это ипподром? Уверен, мисс Сорок Мэттеллер. А ваше место будет там, налево. Да, сэр, я так рад пожать руку настоящему жилому английскому герцогу. Вы... Благодарю. Наш Бёрдберг – развивающийся город, герцог. Нашей новой системе водоснабжения может позавидовать средний... А наша канализационная система... Где моя тётя? Ты должен был пойти с ней утром на ипподром. Она уехала с Дживсом на такси. О, Боже, совсем забыл об этом. Но вы можете спастись, братья и сёстры. Да, вы, грешники, можете спастись. И Джимми Манди – человек, который спасёт вас. Мистер Дживс. Да здравствует, Бёрдсбург. Мистер Дживс. Привет, мистер Дживс. Да здравствует, Бёрдсбург, джентльмены. Да. Простите меня, сэр. Там ещё кто-то есть? А я насчитал ещё 78 человек, сэр. Превосходно. У тебя неплохо получается. Спасибо, сэр. Я говорю о вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю вас, очень приятно. Я не знал, что у тебя так много друзей, Франсис. Неужели? Там ещё несколько человек хотят познакомиться с тобой, папа. Спасибо, спасибо. Проходите. Герцог очень хочет с вами познакомиться. Спасибо большое, джентльмены. Как вы желаете? Что вы пожелаете Бёрдсбургу, Герцог? Я никогда не был в Бёрдсбурге. Что всё это значит? Это самый быстро развивающийся город в стране. Остановитесь. Этот человек – обманщик. Как вы смеете, мадам? Этот человек не Герцог. Вас обманули. Он механик. Чинит центральное топление. Как вы смеете, мадам? Занимайтесь своими шторами. Шторами? Подождите. Подождите. Я тоже подумал об этом. Как мы можем быть уверены в том, что вы настоящий Герцог? Он не Герцог. Я считаю, что это не ваше дело, но я Герцог Чизвик. Посмотрите. Вот доказательства. Эдгар, Гасконь, Биггерстед. Восьмой Герцог Чизвик. Восьмой? Не годится. Ребята, нас надули. Что вы сказали? Мы платили не за то, чтобы познакомиться с восьмым Герцогем, или первым, или никакого. Что? Платили деньги? Фрэнсис! Фрэнсис! Иди сюда! Где ты, чёрт? Возьми! Фрэнсис! Иди сюда, Фрэнсис! Пошли, ребята, это обман. Он всего лишь восьмой Герцог. Вызовите копов. Мне пришлось, папа. Ты лишил меня содержания. Возмутительно. Я до тебя доберусь. Я напишу об этом сенатору. Мне нужны деньги, чтобы организовать птицеферму. Покупаешь курицу, она несёт яйца, и тебе остаётся только продавать их. Ты сошёл с ума. Содержать их ничего не стоит. Потом ты продаёшь яйца, и знаешь... О чём ты говоришь? Ты убедил меня в том, что ты преуспевающий бизнесмен. Дикки не виноват, сэр. Хотя он немного преувеличил. Дело в том, что бедняга пропадает без ваших денежных переводов. После такого обмана не пенни. Ему нужен небольшой капитал. Было бы неплохо, если бы вы... Чепуха. Я не имею права вмешиваться. Никогда. Небольшая суда, например. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, джентльмены. Вниз, мистер Коннибер, пожалуйста. Как можно быстрее. О, Господи. Вот они. Попался. Как ты мог запятнать доброе имя Бикерстеттов? Вон они. Толстяк выдаёт себя за дерцога. О, Боже. Сюда, джентльмены. Советую немного побыстрее вашу светлость. Что они делают? Собираются арестовать вашу светлость за мошенничество. Мошенничество? Но я... Франсис, смотри, что ты натворил. В тюрьме меня, по крайней мере, кормить буду. Простите мне это замечание, сэр, но существует выход из вашего положения. Какое? Если герцог не хочет финансировать вашу птицеферму, сэр, вы вынуждены будете продать его историю журналиста. Джирс, ты прав. Он прав. Кроникл будет в восторге. Это уж точно. Нет, запрещаю тебе это. Пять сотен в год. Пять сотен? Покупаешь цыплёнка, и он сносит яйцо. Я согласен. Отлично, никто не выходит. Вы окружены. Что вы делаете в квартире моего племянника? А вы не вмешиваетесь. Сэр, милорд, ваша светлость, это ваш этаж. Спасибо, Джирс. Откройте именем закона. Мистер Джирс. Эй, ты. Вы обращаетесь ко мне, офицер? Я никому не обращаюсь, я говорю с тобой. Меня зовут Джирс. Есть ещё выходы из этой квартиры? Вот они. Держите их. Послушайте, прошу вас, вы хотите получить назад свои деньги? Дело не в деньгах. Совершено преступление. Не было никакого преступления. Если вы позволите мне сказать, офицер... Нет, не позволю. Мне не нравится, что ты вмешиваешься, Джирс. Я хотел поинтересоваться, действительно ли эти джентльмены хотят выдвинуть обвинение. Несомненно, хотят. Да, хотим. Не повредит ли это доброму имени Бёрдсбурга, джентльмены, если все газеты в стране напишут о том, что вас, почтенных представителей города, обвела вокруг пальца парочка каких-то расфуфыренных прохвостов? Именно так, джентльмены. Ну, думаю, мы не так уж и пострадали. Да, конечно, мы отказываемся от обвинений. Да. Пошли, ребята. Да здравствует Бёрдсбург. Черт бы побрал этих дилетантов. Пошли, ребята. Мне нужно выпить. Нет. Я не могу смотреть, как молодой человек гибнет во цвете лет. Я содрогаюсь при одной мысли о том, что я заставила тебя жить в этом порочном городе. Но мне казалось, ты говорила... Сегодня днём я имела счастье послушать то, что говорит о Нью-Йорке мистер Манди. Джимми Манди. Джимми Манди? Да. Джимми Манди. Я удивлена, что такой человек, как вы, вообще слышали о нём. На его проповедях нет музыки, никто не пьёт и не танцует. Там нет разряженных женщин. Так что для вас они не представляют интереса. Ну, я... Подумать только, я случайно оказалась там. И я попросила твоего слугу, Джимми, отвезти меня на ипподром, на дневной заезд. Но он оказался таким глупцом. И я благодарю Бога за это. Вместо ипподрома он отвёз меня туда, где мистер Манди проводит свои встречи. Благодаря мистеру Манди я поняла, что постыдно и порочно сидеть в дорогих ресторанах, есть омаров и танцевать танго, когда порядочные люди должны в это время быть в постели. Когда он встал, указал на меня и закричал, я говорю о вас, я готова была провалиться сквозь землю. Рок Мэтиллер, ты хочешь поехать в деревню, не так ли? Ты хочешь, чтобы я вернулся в свою деревню? Да. Рок Мэтиллер, да. Обратно, в мой маленький коттедж. Ради меня. Да. Хорошо. Теперь, может быть, я могу выпить чаю? Эта квартира принадлежит моему племяннику или вашему сыну? Ни тому, ни другому. Она принадлежит мне. Вам? Молодые люди в наши дни требуют к себе больше внимания, чем они заслуживают. Вы абсолютно правы, мистер. Как мне вас называть? Можете называть меня Эдгар Мадам. Мисс. В самом деле? Это был ход мастера, Джифс. Отвести тетю Рокки на проповедь Джимми Манди. Спасибо, сэр. Я надеялся добиться определенных результатов. А как тебе нравится, что она заигрывает с герцогом как девчонка? Действительно, сэр. Джифс, у меня нет слов. Хорошо, сэр. Ты не мог бы... Спасибо, сэр. Садись справа. Хорошо, сэр. Один, два, три, четыре. Берти Вустер, Хью Лаури, Джифс, Стивен Фрай. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Россия». «Россия» Корректор А.Кулакова